Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаю работу в прямом эфире. И сейчас у нас на прямой связи посредством Зума, медиаэксперта Гунта Лидека. Доброе утро. Доброе утро. Да, но я помню, что вы неоднократно, в том числе и в нашем эфире, говорили вообще о важности всех СМИ, коммерческих в том числе. И с точки зрения, естественно, демократии и национальной безопасности. Ну, возможно, вас услышал и президент. По крайней мере, на этой неделе несколько раз он высказывался по этому поводу. Даже отправил соответствующее письмо, такое очень пространное письмо и правительству, и Сейму. И в четверг, вчера выступая перед парламентом, он опять-таки затронул тему необходимости государству поддерживать коммерческие СМИ. Ну, имеется в виду и печатные, и электронные. И я так понимаю, что поручил, не поручил, а по крайней мере попросил. Ну, поддержать медиа и среду, можно сказать. Да, да. И он поручил, ну, поручил на это неправильное слово, наверное, попросил и парламент, и правительство подготовить соответствующие законопроекты поддержки СМИ. И даже создание фонда поддержки СМИ. Там было целый ряд условий. Может быть, об этом мы чуть попозже. Вот сама идея, я так понимаю, она ожидаемая, да, в принципе, потому что и ассоциация, и радиовещатели, и вообще ассоциация прессы давно говорила о том, что, ну, вот, особенно в условиях пандемии, без поддержки государства, ну, выжить будет крайне сложно. Ну, я думаю, что, конечно, ассоциации профессиональные СМИ сделали очень много, чтобы, я думаю, чтобы это объявление прозвучало, потому что мы уже долгие годы работали над этим, чтобы убедить и парламент, и все возможные институции в том, насколько важна медийная среда, независимая государственная. Государственная медийная среда в Латвии, чтобы, ну, в плане того, чтобы поддержать государственные страны. Если посмотреть на то, почему вышло это заявление, то я думаю, что, конечно, СМИ очень много говорили о тех проблемах, которые есть в медийной среде Латвии, и самое основное, я думаю, что, что и вчера у нас была одна конференция, на которой Датс Мелбард говорил о том, что Латвия является одной из тех стран, которые являются в высоком риске по отношению к медиа разнообразности и плюрализму, потому что мы являемся в зоне высокого риска даже. И это понимают в Европе, и самое странное, что это не понимают наши парламентарии до сих пор, и президент должен был это громко заявить, чтобы, наконец-то, может быть, услышал и парламент то, что происходит в медийной среде Латвии. Мы являемся страной маленького рынка медийного, которые не могут существовать за счет денег рекламного рынка. Мы знаем, что у нас появились глобальные игроки в нашем медийном рынке. Это YouTube, Google, Facebook, Twitter. Очень многие игроки, которые зарабатывают на нашем рынке, налоги не платят в нашей стране, и от этого страдает, конечно, местный медийный рынок. И слава богу, что мы об этом начали говорить, но здесь я хотела бы сказать, что мы должны сказать спасибо Европе, потому что активные действия в Европе по отношению поддержки СМИ помогают, наверное, понять нашим парламентариям, что это необходимо. Но хотя это все равно происходит, как мы видим, очень мучительно больно, чтобы убедить в том числе и, скажем, министр финансов в том, что необходимы бюджеты на независимую журналистику, на медийные исследования и разные другие проекты, чтобы вот эту медийную разнообразность в Латвии увеличить. Да, тем более, если мы говорим вообще о информационном вещании, я думаю, что все медиалюди, так можно сказать, те, кто работают в медиа, знают, что это очень затратная вообще история, чтобы обеспечить оперативные новости, соответствующие подготовку журналистов и так далее. Для телевидения это еще большая затрата с учетом необходимости операторов, монтажа и так далее. Не, ну самые журналистские исследования очень дорогие, потому что, чтобы работать над журналистским исследованием, там журналист должен работать даже не неделями, а месяцами иногда, чтобы сделать какой-то очень-очень качественный материал. Ну и вопрос вообще исследований в Латвии в медийном пространстве, это, конечно, вопрос очень необходимый и сложный, конечно, но я думаю, что в будущем этому будет как-то более внимания обращать, и с помощью президента может быть что-то и случится. Да, вот, может быть, это такой вопрос риторический, но, в принципе, может быть, власти этого и не надо, может быть, как раз, условно говоря, правящие... А как раз властям, я думаю, что это и не надо. Это нужно обществу, это нужно всем нам, чтобы журналистика была сильной, чтобы мы могли разобраться, что происходит в нашей стране, чтобы, ну, удержать какую-то прозрачность тех политических и экономических процессов, которые происходят в нашей стране. Если журналистика независимая, то, конечно, общество может быть более спокойное, что у нас все идет верным путем. Если журналистика слабая, то ее очень легко можно купить. Мы видим, что очень много проектов... У нас нет на журналистику независимых денег, чтобы она была в плане... Чтобы она была свободной от каких-то влияний. Это или акционеры в коммерческих СМИ, или, например, мы делаем какие-то информационные поводы за счет каких-то денег, спонсоров и все такое. Это неправильно. Журналистика должна быть независимой от каких-то таких влияний. Но чтобы это сделать, нужны деньги, которые не зависят от этих влияний. И поэтому необходимы разного рода гранты, медийные фонды и все такое, что я, например, тоже делаю проект на телевидении, в коммерческом телевидении за счет денег медиафонда. И прекрасно знаю, что я могу использовать в своем содержании все средства, которые мне необходимы. Я не должна смотреть на спонсора. Я могу говорить в интересах... И должна это делать в интересах зрителей, в интересах налогоплательщиков. Это самое важное, чтобы журналистика, как раз исследовательская журналистика, была независима от каких-то денег. Всегда, когда мы видим какой-нибудь материал журналистки, мы должны спросить, откуда деньги. И когда мы знаем, откуда деньги, мы понимаем, что в этом содержании. Это самое главное. И вот самая большая проблема, я думаю, что есть. Поэтому и президент начал об этом говорить, что журналистика новостей, исследовательская журналистика, она должна быть финансово независимой. Вот я понимаю, что, может быть, мы многого хотим, но вот мне кажется, что вообще государство должно вообще популяризовать, особенно в нынешних условиях, латвийские СМИ. Да, я понимаю, что, по крайней мере, у молодого поколения смартфон уже заменяет телевизор, такова, наверное, реальность, или iPad. Но вот тем не менее, когда ты включаешь телевизор, поскольку у многих в комплекте интернет, ну, заодно уже и телевидение, начинает щелкать этим пультом. Я вот, и мне многие знакомые говорили, что при всем уважении ко всем, но вот обычно сейчас в пакетах почти у всех, не знаю почему, не знаю. Аль-Джазира, да, хорошо, если на английском языке. Какие-то французские каналы, ничего не имею против. Но вот будем реалистами, да. Сколько у нас вообще процентов это может заинтересовать в Латвии, да. А латвийский канал, ну вот, да, ты упомянула, ТВ-24, понятно. У нас очень мало местного контента и местного содержания. Мы видим, что это... Вот это и есть вопрос того, что нет денег и нет финансирования. Мы же даже не смогли до сих пор прилично профинансировать хотя бы общественные СМИ. Это тоже, я думаю, что это, ну, очень, очень большая ошибка парламента, что, в принципе, никто не заинтересован, ну, в сильных общественных СМИ уже. И, конечно, в цепочку с этим и уходят дальше коммерческие СМИ. Это, я считаю, что это большая проблема. И сперва нам нужны очень сильные общественные СМИ с хорошим, извините, финансированием, которого у нас нет. Потому что общественные СМИ тянет дальше и ситуацию общего рынка медийного в Латвии, потому что там это зависит и зарплаты. Мы знаем, что самые большие зарплаты сейчас считаются, что в общественных СМИ, но все равно они ниже, ну, среднего приличных зарплат в других индустриях. Поэтому, конечно, вся эта медийная среда очень-очень ослаблена. И поэтому, конечно, вопрос финансирования стоит очень-очень остро. Да, вот если мы вообще говорим о СМИ и о госзаказе, если так можно сказать, наверное, это правильный подход, потому что, ну да, не модно сейчас, особенно проводя ассоциации с какими-то соседними странами, говорить об агитации и пропаганде. На самом деле у государства может использовать такую мягкую силу. Наверное, в этом ничего плохого нет, если она хочет донести там даже не пропаганду, а ту или иную информацию, не знаю, включая о вакцинации, о каких-то государственных интересах, донести через коммерческие СМИ. Это лучше, чем создавать какой-то, помнишь, говорили, какие-то отдельные госканалы на русском языке или газету, что вообще было достаточно смешно, что мы вот издадим газету, раскидаем ее по ящикам, и что? Кто это будет читать? И потом мы знаем, как вообще население, не только латвийское, чисто психологически относится к бесплатному продукту, которого что-то кидает в ящик. Ты правильно, Абик, говоришь, хотя бы, если вспомнить только что прошедшие выборы самоуправления. Мы прекрасно видели, что на этих выборах сильнее всего работает что? Региональная пресса. Да. Потому что у каждой аудитории есть что-то свое, что они используют. Поэтому есть этот вопрос, очень остро стоит. Медиа разнообразности в стране, вот это то, что является жизненно важным вопросом, что была эта разнообразность, потому что те же самые шведы, если у них есть одно телевизионное СМИ, которое там что-то делает в регионе, то обязательно они будут финансировать другое, чтобы было вот это разнообразие, чтобы была конкуренция, и чтобы люди могли получить больше мнений о том или других событиях. У нас вот этого нет, у нас слабеет и региональная пресса. Все говорят, ну почему там надо, там маленькая аудитория, но как раз вот в таких экстренных событиях мы видим, насколько важна медийная среда. Здесь вот как раз на выборах была очень важна региональная пресса. По ковиду мы видели, что проблема была оповещение русскоязычной аудитории, и что это необходимо и важно, что на всей аудитории должны быть какие-то медийные группы, чтобы достичь аудитории, чтобы они узнали о том, что происходит в стране. И это самый главный вопрос, и это, ну я думаю, что это в дальнейшем будет вопросом регулятора нашей страны, это вопрос медийного фонда, как это все сделать. Потому что сейчас, если мы смотрим на Европу, то Европа сейчас уже выделила гранты на разные проекты. Вот, например, Творческая Европа уже начали поддержку СМИ и культуры. Я думаю, что мы должны тоже это делать, потому что по европейским фондам мы еще очень слабы, мы не умеем эти деньги получить, нам надо организоваться, чтобы получать европейские деньги, европейские гранты, и в том числе усилить и наш медийный фонд, который, в принципе, сейчас формально он есть. У нас есть 2 миллиона, в которые деньги делят две институции. Фонд интеграции, вот совет по электронным СМИ, да? Нет, это еще совет по электронным СМИ, еще у нас есть министерство БАРом, как это называется? Среды регионального развития, да. Да, да, да. И у нас нет такого сильного единого медийного фонда, нет сильной институции, о чем тоже говорил президент, которая бы разбиралась в ситуации медийного рынка в Латвии, разбиралась бы в разнообразии медиа, потому что эти вопросы очень... Здесь вопрос, конечно, исследований, что у нас вообще есть, чего нет, что нам необходимо, что нужно как раз не политикам, не СМИ, а что нужно необходимо обществу. Да, вот, может быть, к СМИ мы еще вернемся. Вот ты упомянула, действительно, недавно состоявшийся муниципальный выбор. Вот уже сразу после них, уже которую неделю вообще обсуждают, анализируют эту рекордно низкую явку, 34%. Разные там мнения приводятся, начиная от того, что погода была замечательная, людям было просто лень ходить. Вот многие объясняют апатией. Я знаю, что ты тоже живешь не в городе, а за городом. Вообще у тебя было ощущение, что надо пройти и проголосовать? Или ты тоже уже не очень веришь? Я специально прорегистрировалась из Риги. Я декларирована в Риге, но прорегистрировалась в Сауз-Грибу, где у меня деревенский дом, чтобы проголосовать в муниципальных выборах. И это тоже вопрос, что если медиа не говорят... Мы очень много говорим опять о политиках, но мы очень мало говорим о важности участвовать в выборах и изменить ту или иную ситуацию не только в самоуправлении, в государстве в том числе. Потому что у нас в следующем году выборы парламентские. Я думаю, что ситуация может быть похожей. И это меня, конечно, пугает, потому что эта апатия влияет и на то, что происходит в СМИ. И я думаю, что вот это как раз понимание демократии, государственности. Вопрос вот этих важнее, чем вот тупо говорить, какая партия лучше или которая хуже. И общество должно понимать, насколько важно мне самому влиять на те или иные процессы в стране. Поэтому я считаю, что это очень важно. И меня, конечно, пугают. Пугают последние результаты властавания на выборах. Потому что это, конечно, не способствует развитию страны, потому что общество считает, что они ничего изменить не могут, что им это уже не важно, потому что они и там сами без нас разберутся, они там между собой. И это тоже вопросом СМИ, что мы очень много говорим, как между собой ругаются партии, политики, насколько они все, ну, у них всякие разные проблемы, вместо того, чтобы показать, как мы сами можем изменить государство. Да, вот интересно, что касается вот этих муниципальных выборов, чтобы закончить эту тему, ведь мы не видели на этих выборах, может, пандемия как-то вот помешала, какой-то социальной рекламы, где бы, не знаю, там центральная избирательная комиссия, не знаю, государство, там, как говорят, вот эти ньюсмекеры говорили о том, что надо прийти и проголосовать. Уж за кого вы сами решите? Потому что фактически у меня создается такое ощущение, что все одано на откоп партии. Ну, у многих партий из госфинансирования говорят, ну, вы там сами мобилизуете свой электорат, если хотите. Нет, у нас, у политиков иллюзорное представление, что раз мы что-то сказали на общественном телевидении, все, проблема решена. А это не так, поскольку аудитории очень сегментированные, и люди смотрят разные вещи, читают разные газеты, журналы, кто-то вообще не читает ничего, кто-то в интернете сидит. И так что вот анализ как раз-то поведения людей в стране, какую информацию они используют, это очень важный вопрос. У нас не хватает исследований по этому поводу, чтобы качественно, качественно говорить о том, где нам нужна и какая информация нам нужна. Вот это самый главный вопрос, который, по-моему, в стране не решен до сих пор. Мы видим, как мучительно больно идет дискуссия по поводу общения с русскоязычной аудиторией в стране. Это тоже очень важный вопрос. Мы начали понимать только в ковиде, что у нас есть проблемы. Ты сам был у меня на передаче, поэтому ты прекрасно знаешь, что исследование показывает ситуации очень сложные. поэтому я думаю, что это самый главный вопрос, как донести информацию, особенно в критических моментах для страны, как донести информацию до населения, как вообще с аудиторией разговаривать, что они хотят видеть, слышать, что они не хотят видеть, слышать и чем они пользуются. Мы прекрасно знаем, что очень многие до сих пор пользуются российскими СМИ, ушли в Ютуб, мы их вообще не видим. Это тоже, по-моему, такая очень проблемная ситуация, потому что мы уже скоро не будем, мы не достигнем уже этой аудитории. Вот это, об этом нужно думать очень-очень-очень. И слава Богу, что президент об этом начал говорить. Ну, насколько его услышат, мы видели, он очень усердно говорил и о ситуации в общественных СМИ, но мы видим, до сих пор парламент так и не избрал не... Вот этот совет по общественным СМИ, да. Да, по общественным СМИ. Так что там тоже политики не спешат, потому что им выгодно, они очень комфортно себя чувствуют, те политические партии, которые там есть, как-то организуют свою жизнь через общественные СМИ. И им не нужно вот этой демократии, им не нужно этой разнообразности. Вот я думаю, что это самая большая проблема. Да, вот интересно, я понимаю, что мы забегаем вперед, но вот в этом письме, в заявлении президента было несколько таких моментов, ну, которые, возможно, такую тревогу потом он будет вызывать. Насколько... Ведь там, понятно, что будут какие-то критерии, но есть опасность какого-то субъективного подхода, поскольку, ну, могут сказать, мы же видим, что вот, ну, да, у нас все-таки государственный язык латышский, поэтому будем поддерживать все, что на латышском, и получается, что, опять-таки, значительная часть населения будет неохвачена. Мы сейчас видим, что происходит, допустим, с прививками, да, где вот уже сама власть признала, что ей очень сложно достучаться до русскоязычных, во-первых, потому что, наверное, доверия нету, или очень слабенькая, во-вторых, они не знают, как работать с русской аудиторией, видимо, просто подход, что хотите, не хотите, слушайте только на латышском, тоже же ведь не работает, но будем реалистами. Нет, но все исследования, которые есть, и исследования по госбезопасности, по отношению к вопросам безопасности страны, исследования показывают, что это неправильные подходы, и что очень важно, что русскоязычное население, какие СМИ используют, и мы видим, что, в принципе, мы, конечно, можем сделать, я понимаю, что у нас государственный язык латышский, что, да, у нас в основном нужно на латышском, но должны быть для разнообразия, и чтобы достичь аудитории, должны быть СМИ, местные СМИ на русском языке, которые достигают эти аудитории, которые, СМИ, которых русскоязычная аудитория использует и слушает, мы видим, ну, сейчас очень сильно, единственные, и которые очень сильно это, это, конечно, Делфи, русская версия Делфи показывает, что это самое большое, откуда они получают информацию, но это, в принципе, получают, есть несколько радиостанций, есть радио 4, есть вы, есть, с телевидением у нас гораздо сложнее, там совсем беда, да, да, там беда, там развился последний скандал по поводу нового РТВА, уже политический скандал, хотя у них новости только, по-моему, два-три раза в неделю, если я не ошибаюсь, да, но это тоже был неправильный подход, потому что это должна быть политика регулятора, это должна быть политика медиафонда, где и как мы разговариваем с русскоязычной аудиторией, и как мы финансируем те или иные продукты, которые должны быть этих СМИ, чтобы эту аудиторию достичь, и это, конечно, вопрос сильного медиафонда, о котором нам очень трудно говорить, потому что мы видим, что есть при Министерстве культуры, в принципе, два с половиной чиновника, которые сидят в Министерстве культуры, это не медиафонда, это просто, ну, есть название медиафонда, слава богу, есть там неполных 2 миллиона денег, которых тоже, которых мало и не хватает на создавание продуктов, мы видим, что не хватает информации, так что сейчас, я думаю, что один из самых главных вопросов, как дальше будет развиваться вопрос по медиафонду, когда мы в свое время, это была одна из наших идей, я когда еще работала в ассоциации вещателей, мы эту идею очень-очень поддерживали и боролись за эту идею, чтобы создать медиафонд, но в таком виде, как он выглядит сейчас, это не медиафонд. Медиафонд должен быть сильной институцией под одной крышей, которая занимается профессиональными исследованиями медиарынка, которая понимает, где нам не хватает, где мы не достигаем аудитории, и что нам нужно, это обучение профессиональных журналистов, финансирование обучения профессиональных журналистов, это очень много, это исследование, это не только финансирование конкретных продуктов, телевизионных или газетных статей, и все такое, это неформальный подход. Да, нужно финансирование формально, в ковиде это показалось, но, в принципе, это очень разнообразные виды финансирования медиасреды, чтобы достичь этих целей. Да. Тебя, я думаю, что многие радиослушатели, которые интересуются и медиями, и политикой, в курсе, что у тебя идет передача от Пилна Билда на ТВ-24, где ты приглашаешь экспертов, но фактически все, кто есть эксперты в Латвии, уже, наверное, побывали в эфире, все-таки... Еще не все. Не все, да, нет. Еще есть очень много... У нас в индустрии работает очень много людей. У нас и журналисты, у нас и исследователи, у нас и издатели, очень многие, о которых мы не говорили еще до сих пор, так что у нас есть, о чем говорить еще. Да, это понятно. Я просто говорю о том, что, наверное, есть какая-то, не знаю, цель или сверхзадача. Вот, в принципе, для чего такие дискуссии, ну, не знаю, может быть, и показать, насколько важна роль медиа, профессиональных СМИ, подготовки журналистов и так далее. Абик, это, наверное, миссия моей жизни заниматься вопросами медийными и убеждать, убеждать, убеждать парламентариев, насколько нам необходимо. То, что говорил президент, я занимаюсь этим уже 30 лет, насколько важно в любой демократии сильные независимые латвийские СМИ, которые являются основой государственности страны и демократии. Поэтому, может быть, даже если нам иногда не нравится, кто что-то говорит, может быть, но это помогает развитию демократии, это помогает достичь истины, и любая дискуссия помогает улучшать нашу жизненную среду и помогает нам меняться к лучшему. Да, вот что касается вообще еще, может быть, этого медиа и медийного рынка, все-таки возможно ли, не знаю, что какие-то инвесторы, состоятельные люди будут готовы инвестировать средства, ну, не знаю, в создание новых каналов, понимая, что это убыточное мероприятие. А почему говорю? Поскольку за последние годы у нас на медийном рынке, я понимаю, что, может быть, пандемия этому тоже способствовала, но такой полный застой. Были, мы помним, в 90-е годы, может быть, начало 2000-х, когда какие-то корпорации приходили, какие-то каналы открывали. Ну, сейчас уже вроде бы считается, ну, рынок устоялся, те, кто выжил, те выжили, ну, новых не стоит ожидать. Я думаю, что я очень скептична по этому вопросу. Мы видим, что у нас усиливается влияние глобальных медиа в Латвии, поэтому рынок у нас сокращается. Еще мы видим, что глобальные игроки, которые зарабатывают миллиарды в Латвии, у нас сейчас, если ты слышал, был вопрос о дигитальном налоге тоже. Мы видим, что сейчас идет даже на ОБСЕ и в Европейской комиссии идет вопрос о дигитальном налоге, идет борьба между американцами, которые не хотят платить за эти глобальные сети, потому что они, в принципе, они зарабатывают деньги у нас, а налоги платят у себя. Так что мы, конечно, этом теряем. У нас останется местные СМИ инвестировать. Мы видим, что или покупают глобальные игроки, как это происходит с ТВ, например, тем же самым ТВ-3 произошло, перепокупают. Или есть некоторые сильные местные медиа-компании, которые сейчас оптимизируются, обобщаются, все делают. Останется, конечно, маленькие наши местные игроки, но их не будет много, но они должны быть сильные, они не должны быть слабые. И поэтому я считаю, что их надо поддерживать за наши налоги первыми, потому что это вопрос того, чтобы у нас вообще состоялась местная жизнь. То же самое, что и происходит с региональными СМИ, с той же самой региональной прессой. Насколько бы была она убыточная, но она необходима местному населению, местной демократии, она должна чем-то финансироваться. Потому что, в принципе, мы, как маленькая страна, у нас, в принципе, я бы хотела сказать, рынка почти нет. Пару игроков, может быть, могут выиграть. Мы видим, что в основном СМИ все работают убыточно. У нас такие доходные СМИ почти в стране нет. Поэтому я думаю, что нам очень-очень сильно нужно думать о том, как поддержать. Ну и это и показала экспертиза Европы, что мы являемся одной из самых критических стран в отношении СМИ, и это мы должны понимать. Спасибо. Ну, может быть, такой последний вопрос. Ну, фактически вдогонку, что касается вообще электронных СМИ. Мы знаем, что вот упомянула YouTube, там есть Facebook, не хочется все рекламировать. Мы понимаем, что и латвийские коммерсанты, это их право. Да, это их право решать, куда давать рекламу. Но очевидно, что это все уходит в эти глобальные СМИ. При всем к ним уважении получается, что и наш рекламный рынок и без того... Он теряет. Да, он теряет, да. И очень много теряет. Да, спасибо большое. Ну, будем надеяться на лучшее, на то, что СМИ будет жить. Это действительно вопрос государственности, безопасности, без всяких высокопаранных слов. Фагунта Лидека у нас была в прямом эфире. Большое спасибо. До свидания.